Госдепа после разговора с Лавровым выступил со специальным заявлением, объявив о том, что Киев согласен на немедленное прекращение огня и начало переговоров. Характерно, что официальная новость о готовности к прекращению огня поступила не из Киева, а из Вашингтона. Президент Порошенко чётко заявлял, и это повторил мне министр Климкин несколько минут назад, что украинцы готовы перейти к прекращению огня сейчас, не в будущем, сейчас. Мирный план Киева предусматривает диалог с ополченцами, с участием международного сообщества. Заявление Керри, конечно же, оставляет много вопросов. О каком мире можно говорить, когда речь идёт о настоящей гуманитарной катастрофе на юго-востоке Украины? Когда приходят сообщения о том, что украинские войска используют баллистические ракеты против мирных жителей на Донбассе. Странно звучит и фраза о готовности к немедленному перемирию, учитывая, что предложение о прекращении огня от ополченцев поступило ещё больше недели назад. Приняли его в Киеве только теперь, очевидно, когда поняли, что военного превосходства в боях с ополчением достигнуть просто не могут. Глава Госдепа Керри также выразил надежду на то, что необходимости в санкциях экономического характера против России не будет. И это заявление тоже странное, учитывая, что только сегодня вечером Евросоюз под давлением США ужесточил санкции против Москвы. Впрочем, противоречивых заявлений из Вашингтона за последние месяцы уже накопилось очень много.